Формирование комфортной городской среды продолжается. В программу на 2018 год рекомендовано включить 7 муравленковских дворов. Теперь жителям предстоит решить, какие работы нужно провести ближайшим летом. Анастасия Пономарева продолжит тему. Андрей Ярин – человек активной жизненной позиции. Обсудив с соседями болевые точки своего двора, он направил предложение муниципалитету. Дети у нас ходят в школу, детские сады, нет элементарного тротуара, освещения. Поэтому хотелось бы, чтобы это все было, потому что дети в ночное время практически ходят. У нас же полярная зима, соответственно, темное время суток. Жильцы готовы участвовать и в обустройстве участка. Инициатива муравленковца не осталась без внимания. Этот двор рекомендован к включению в программу формирования комфортной городской среды одним из первых. Его планируют обновить уже ближайшим летом. Муниципалитет предлагает благоустроить территорию комплексно, в частности, кроме работ по минимальному перечню, обустроить тротуар к дому номер 40, провести освещение и уменьшить территорию детской игровой площадки. Выбраны дворы, дворовые территории, которые общественная комиссия рекомендует к включению в муниципальную программу именно с периодом реализации на 2018 год. И далее мы запускаем процедуру общественного обсуждения. Это и формат общих собраний собственников, которые пройдут у нас в первой декаде ноября. Это дворы по адресам 70 лет Октября 1, 49, Нефтяников 3, 40, 46, 77 и Молодежная 27. Всего же от жителей города в адрес муниципалитета поступило 19 предложений по дворовым территориям и 9 по общественным. Вопросы примерно одинаковые из обращения в обращение. Это обустройство тротуара, это переформатирование детской игровой площадки, она занимает там слишком большое место, люди хотят уменьшить территорию, сделать места для парковок. Это ремонт проездов. Но окончательно виду работы утвердят сами собственники. Поучаствовать в создании комфортной городской среды может каждый. И именно активность жителей и степень вовлеченности влияют на сроки благоустройства того или иного двора или общественной территории. Готовы ли муравленковцы предлагать свои идеи? Не только в городской среде, еще и в сфере ЖКХ хотелось бы участвовать, и в сфере, и в управляющей компании, и вообще взаимодействовать и с горожанами, и с администрацией, и с коммунальщиками, чтобы это была одна слаженная команда, которая работает на улучшение условий городской среды. Это делается для жителей, поэтому и важно их мнение. Если сделать без их мнения, не понравится, для чего тогда делать? Я думаю, можно было бы где-то какое-то голосование устроить, чтобы люди, как говорится, предлагали свои идеи. Было бы замечательно. Мы сами ходим, убираем возле подъездов. У нас весь дом такой. Так что нам главное, чтобы привозили, а мы, естественно, будем помогать с удовольствием даже. Прием заявок на 2018 завершен, но программа рассчитана на 5 лет. Поэтому муравленковцы еще могут выступить со своими предложениями и замечаниями. Идеи также принимаются на портале «Живем на севере». Анастасия Пономарева, Сергей Шалафан, Андрей Нагибин, Анатолий Шуликов. Новости Муравленка.